Друзья, всех витаемо! Слава Богу и слава ЗСУ! Сегодня мы хотим поднять очень важную тему для нас, особенно для украинцев. Это тема о недавно принятом законе в первом чтении нашей Верховной Рады, про логализацию медичного дурбазола. Об этом сегодня и поговорим. Как мы видим, мы не имеем права не высказаться по этому поводу, потому что мы непосредственно связаны были с этим всю свою дорогу. И нет, нет, да понимаем, в чем кроются детали. Знаете, как говорится, дьявол в деталях, поэтому сейчас мы разберем. И именно для этого мы сегодня пригласили эксперта в нашу студию. Это Сережа Шаман. Приехал издалека, здравствуйте, специально, чтобы подвести итоги касаемо, потому что вижу, что очень много людей на самом деле, ну не много, но пугает. Есть люди, которые просто, для них это очень страшно. Просто даже не то, что там приняли первое чтение, а вообще, что... Заговорили. Это расшевелили, короче, кубло, и мы пытаемся разобраться, но в первую очередь, кому это выгодно, и, ну, как бы будем говорить по своему опыту. И, в принципе, какие моменты были там, допустим, какие мы помним, которые были под запретом, потом они там оказались не под запретом. И вот мы сейчас, ну, об этих вещах и поговорим, ну и подведем итоги уже, как вообще, что с этого получилось. Да, смотрите, допустим, мы, вы знаете, что мы очень хорошо общаемся с Владимиром Стихановым, вы можете перейти на его YouTube-канал, ну, многие зрители, кто нас смотрит, знают, кто такой Владимир Стиханов, это там, где лежит Аполлон, это руководитель программы по реабилитации зависимых, вот, и мы знаем, мы были недавно на стриме, кто смотрел, тот, может быть, помнит, у нас тоже как раз зашла эта тема, и мы немного, у нас мнения разошлись. Да, хотя мы, ну, удивились чуть-чуть. Мы удивились, но, опять же, сколько людей, столько и мнений, то есть, и нужно понимать, что мы здесь высказываем у себя на канале субъективное мнение, то есть, мы не говорим, что это есть истина, что это есть правильно, что это только так и должно быть, мы просто размышляем вместе с вами и смотрим на эти вещи под своим углом. Так вот, Владимир Стиханов, естественно, он говорит, я как отец, допустим, там, троих детей, у него две девочки, мальчик родился недавно, с чем мы его снова поздравляем, Александру здоровья, тезка мой. Вот. Он говорит, что, в принципе, он против не только вот этого закона, что приняли, но и против программы, против вот этих всех вещей. Почему? Потому что у нас, типа, постсоветское пространство, типа, оно все раненое, оно все недоразвитое. И, ну, это грубо говоря, своими словами, типа, нам такие инструменты в руки давать якобы нельзя. У нас же мнение с шаманом абсолютно противоположное, потому что мы знаем на собственном опыте, то есть, все мы были там, особенно детьми, а всегда боятся за что? Что, типа, дети вот начнут бесконтрольно там употреблять эту дурбалу там, потому что она будет продаваться вот просто как, грубо говоря, пиво в ларьке. Ну, да. Но, опять же, если сравнивать два зла, к примеру, то все равно зло, алкоголь, как по мне, это большее зло. Почему? Потому что тут не надо иметь там семи пядей во лбу, чтобы понять, что все преступления бытовые, особенно тяжкие, происходят на почве именно выпитого. Точно так же и малолетки чудят. Но почему-то родители не боятся, что его ребенок, допустим, сопьется, да? Ну, сопьется, может даже просто выпить раз и начудить очень много. Потому что есть по малолетке, мы когда, ну, отбывали, когда сидели на малолетке, очень много таких малолеток, которые именно за *** сидят по вот этой вот лавочке. Ну, и ты понимаешь, что, ну, алкоголь, это... Ну, это зло, да. Под дурбозолом, под чаем, под этим... Точно я не встречал лично там каких-то летальных исходов, чтобы кто-то кого-то где-то даже дрался. Потому что, по сути, ну, кто пробовал, тот знает, что это абсолютно другая тяга. Вот. Но мы берем те моменты, которые, смотрите, для кого это, прежде всего, сделано. Ну, да. То есть, медицинский вот этот вот дурбозол, он предназначен в первую очередь для тех, кто страдает там различными параличами, в том числе детским параличем, там, ДЦП, потом эпилептические вот эти вот всякие заболевания, онкозаболевания, там, какие-то желудочные, психологические расстройства. А сейчас у нас очень много будет таких людей, которые будут возвращаться с фронтов, и у них постсиндром вот этот, я не знаю, как правило, посттравматический или как, но вот этот вот после увиденного всего у человека просто психика сломана, грубо говоря. И вот такие вот моменты медицинские, то есть настоящие, которые там проходят какие-то испытания, они будут доступны, и мы считаем, что это очень хорошо, что это нужно, что это необходимо просто для этих людей. Потому что в любом случае, вот как ему, допустим, снять вот этот вот стресс такому человеку или облегчить там свою жизнь, если он там чем-то болен, у него альтернативы нету по сути. Ну, многие начинают идти и брать алкоголь, ему проще взять, выпить алкоголя, а под алкоголем начинается обострение и начинают страдать окружающие. То есть последствия, ну, реально ужасные. И, ну, я просто хочу сказать, я тоже вижу, ну, очень много плюсов. И почему плюсов? Ну, мы сейчас сравним со своего жизненного опыта, с чем мы, ну, сталкивались. Вот, допустим, представим себе ситуацию, мы только что еще с Лебедем тоже развивали такую тему и вспомнили, что один человек как-то, ну, вот мы сейчас за запреты поговорим, один человек как-то нам написал, говорит, ну, пацаны, я бы такой, если бы у меня была бы возможность, я бы даже, ну, запретил бы просто продавать баяны. Просто, чтобы их можно было там приобрести, только врачи по рецепту там, ну, это должен быть, ну, то есть, ну, то есть, рецепт. Мы говорим, ну, блин, смотри, типа, ну, давай другую сторону медали откроем, ну, прикинь, ситуация, то есть человек, который там, да, он там, если больной, ему там врач выписывает, а давай уже другую сторону там, ну, там, ну, на реке, они всегда были и всегда будут эти типы. И, ну, ты, ну, не избавишься от этого. И вот как им быть? Вот, допустим, ну, вот как мы вот сравнили там с Тюряги на момент, вот как в Тюряге, допустим, бывали такие места, что, допустим, баян, это просто, короче, ну, на весь золото, и когда чувак какой-то там освобождается или едет в лагерь, он тебе дает скатку там, братан, вот эта вот скатка моя, короче, там, блин, оно место, там, короче, знает, там лежит, типа, блин, ну, два баяна, и ты такой, блин, братух, спасибо огромное, блин, я тебе тоже обязательно, что ты когда-то передам, и ты вот лежишь на этой скатке, и ты понимаешь, у тебя большое преимущество, ты понимаешь, что у тебя есть два баяна, в случае чего там какая-то тачка стрельнет в хату, залетит, что-то там ням-ням, ты такой сразу, хопа, я готов, пацаны. А в том месте, где их нету реально, это очень большой, ну, это очень, ты сразу же становишься популярным, прикиньте. Но самое страшное, что, к чему Серега ведет, что самое страшное, это того, что вот этот один баян может пройти там 10 человек, 20-30 в таком лагере, и прикиньте, человек говорит о том, что надо запретить баяны, он даже не понимает, что если их запретить, это просто будет, вот этот один баян может разнести, который ты не можешь нигде купить, ты его будешь передавать, или пользоваться сам, там, другу дать и тому подобное, это просто рассадник всяких заболеваний, всяческих. Так же самое, ну, на свободе, допустим, от баяны, он вот, можно купить только по рецепту, это, прикиньте, это будет, короче, между собой ходить, там, на реке, да, и будет там, братан, есть у тебя баян там, да, есть там, да, короче, это начнется распространение всяких именно страшных заболеваний, и я, допустим, сидел на таких лагерях, которые, в принципе, баян, знаешь, пошел на больничку, да. Его легко взять на больничку, там, пару пачек сигареты, или пачку сигареты, легавые на это закрывали глаза, я сейчас понимаю уже, когда в трезвости, для чего это, и почему, вот, когда залетает какой-то запрет в плане, там, дурбалы, там, вот это вот, легавые многие реально закрывают глаза, и они распространяют, пусть, ну, лучше, короче, это, ну, когда залетает бухло в лагерь, это все, это, короче, ну, ЧП. И вот, и вот такие вот моменты, ты начинаешь просто, ну, начинаешь, я даже вот помню, когда, помнишь, раздавали, ходили какая-то была, просто раздавали бесплатные, вот так вот, тоже. Я слышал об этом, я в эту руку не попадал. Это борьба, борьба, типа, ну, там, с венерических заболеваниями, но я, типа, думал, ну, типа, в смысле борьба, каким образом, вы, типа, наоборот, даете, и это самое. Но сейчас я понимаю, что это... Ну, это сейчас так же, как в лагерях привозят, бывают, эти контрацептивы. Да. Казалось бы, типа, в плане, а, даже не привозят, на товарке. Я вот помню, на товарке смотрим, там, заходишь, продаются, короче, контрацептивы, типа, в плане, вы в лагере, типа, разрешаете это, ну, знаешь, а с другой стороны, те, кто там дрылится, они так будут дрылится, там, знаешь, и понятно, что не через скулечек, там, а будут дрылится, как есть. А так, хоть и мы, ну, тот, кто там гатится, на тебе, предохраняйся хотя бы, знаешь, чтоб там не было каких-то, там, не разносил эту гадость по лагерю. Поэтому, как бы, то, что запрещается, мне кажется, то и не то, что кажется, я вот даже помню, опять же, если брать наш опыт, вот у меня был опыт, ну, каждый был в детстве, там, мы знаем, что тебе все запретно, и тебе все хочется, тебя это будоражит, вызывает адреналин, ты хочешь переступать, нарушать эти правила, когда ты молодой, вот, и вот по лагерю, я помню, мы на Прилуках сидели, вы все знаете, на малолетке, где мы с шаманом познакомились, там вот был запрет пить чай, очень, там за чай можно было уехать в яму, можно было получить, по-любому получить, если тебя спалят, что ты где-то наварил себе чифера, тебя по-любому, ты потерпишь такого, что просто ты такого не терпел. Так его варили, какими образом, если сделали машины, которые машины, это может взорваться, оторвать руку, или там, блин, без головы остаться вообще, блин, а когда был бы чай, ну, чай, да, ну, вот, веди его, бери кипятильничек, делай в пичкоптерочке, сделай себе чай, попей, и все нормально, но это был запрет. Это был запрет, и он был искусственный, этот запрет, мне кажется, потому что чай, он не вызывает никаких там действий, это, знаете, прикол. Он был искусственный, потому что это, типа, была традиция, и это, короче... Якобы традиции, но курить можно было, вот представьте, на малолетке, допустим, курить можно, чай нельзя, а что вреднее, если взять, к примеру, чай или этот... И вот это, я к чему, я этот чай, вот я нигде столько не чифирил, как малолетки, потому что это запрет, я помню, мы там с шаманом, этот чай... Цена такая к нему, блин, а ты просто... Раздобудим, ты помнишь, мы как мастера раскатали, чтобы нам чай носил, короче, в ПТУ мы там учились, и ты тут, когда берешь чай, ты вроде бы, я не знаю, себя чувствуешь, эльчапа какой-то, ты понимаешь, это очень жестокая тема, тебя могут сдать, спалить, закрыть, побить, доказать, да... И вот этот вот процесс, только его сварить еще надо где-то найти, спрятаться, потому что сзади сдают, да, у тебя шкура буграми, ты вроде бы как идешь на какую-то делюгу, варишь этими машинами чай, потом его засыпаешь, он настоялся, кучу шаров, потом сели быстро, выпили, нефеляйте, скинули, когда уже все попрятали, фу, тебе кажется, что ты в натуре употребил что-то такое неимоверное. И вот это, мне кажется, именно так работает вот этот вот запретный плод, когда его запрещают, его хочется еще больше и больше, а тем более, когда ты молодой, когда ты малой, это именно тебя влечет именно туда. А когда, к примеру, это все легально, ну, допустим, сколько магазинов, сколько там всяких напитков, да, алкогольных, ну, это же не говорит о том, что ты сейчас пойдешь и упьешься. Ну, да, ну, вот даже на примере взять, вспомните, касаемо травма, вот, наше детство было такое, что мы были малыми, нам было по 13-14 лет, и было такое, да, это было популярно, его было в аптеках валом, ты можешь вот так вот по зеленой прийти, ну, аптека же видит, что ребенок приходит, 13-летний, она понимает, для чего он берет, ну, и очереди были. И не вопрос вообще, продавали, там, легавые что-то пытались сделать, принимали, опять же, что они там пытались, взятки там брали за это и отпускали, если нет взяток, они тебе мозги могли, это самое, ну, они не могли тебя привлечь к уголовной ответственности, потому что оно не было, не являлось, как каким-то... Короче, как решили побороть эту всю движуху? Юлька... Внесла в список запретов. Да, запретила этих препаратов, все, они уже являлись, как уже, как... Запрет. Запрет, и это была уголовная ответственность, то есть, все, в аптеке, если продадут тебе, это могут посадить и тебя, и аптекаршу. Что получилось с этого? Получилась куча барых, очень много, я реально, я помню, короче, на моем только одном пятаке три барыги, там один машину купил, там, они где-то ездят, короче, тарятся прям с завода, прикинь, прям с завода берут там... Два ящика берешь, третий в подарок, я помню эти все движухи, когда они реально тарились, продавали, просто до хрена, дозники у всех, сумасшедшие барыг, и все равно посадили. Платиться, только расплатили, что получилось? Когда внесли вот эти препараты в перечень запрещенных веществ, то начали появляться барыги, 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 которые на это начали нажиматься. И очень многие барыги были под зонтиком у легавых. То есть, по сути, если вот так вот взять, провести аналогию, кому не выгоден легалайз, прежде всего, это теневому рынку не выгоден. А теневой рынок, как, естественно, мы все понимаем, он очень часто крышуется легавыми, высокими чинами. То есть, естественно, вот эта вся антипропаганда, которая говорит о вреде типа легалайза, это основная часть, я уверен, несется именно со стороны вот этих, кто крышует, кто имеет вот этот черный бизнес, кто с него живет. Потому что он понимает, когда в легальное русло попадет этот препарат, все, просто у него доходы его упадут, потому что не будет смысла, вот как ты рассказывал, за металл, когда программа открылась. Да, я знаю лично, много там цыганей, вообще, кто продавал вообще металл, вот закладками там на улице, очень много хлынуло именно на эти программы. То есть, цыгане, они понесли убыток. Цыгане, они, естественно, они себя чувствовали комфортно, там, и цыгане, и не только цыгане, эти начали учиться уже его делать в домашних условиях, этот мед вообще его там делал, кто только не делал, его там раскидывал эти закладки. И они понесли серьезный убыток. А они, ну как, они, чтобы себя чувствовать нормально, наладить эту цепь, это легавым заносят на бабки. И их никто не трогает, они по-любому, так они сами самостоятельно, они где-то ровно неделю могут пропетлять, все, их по-любому хлопнут, это тюряга и закладки. Но если на морозе весь город знает, что там маленькие городки, весь город знает, что продает кто откуда. Даже помню, мы когда приезжали, еще брали дела, когда просто приезжаешь в частный дом, в любой, куда там, в какой там областной центр, не скажи, приезжаешь, тупо сидит цыгане, вот прям с дома, вот так вот она тебе, или там в Акермании, когда я был, тупо цыганка по городу ходит с большой колбой, и вот так вот ты ей звонишь, она говорит, там-то, там-то, она приходит, тебя наливает, ну, понятно, и она годами вот так вот ходит, ну, может такое быть, не может быть, она, значит, по-любому, у нее есть крыша, крыша легавая. И вот, значит, вот прикиньте ситуацию, хлынуло очень много, но люди думают, нафига, я, ну, типа, лучше пойду на программу, чем брать мне вот там на улице. Ну, началось потом вбросы такие, типа, молва ходить, что, вы что гоните, там берут, там медицинские, там ушатают, там фигня, там специально легавую урабатывают, это специально, короче, там, так, давайте тогда включим логику, смотрите, то есть, я это слышал, я даже сам так считал, что лучше, короче, пойти на улицу взять, чем медицинский. Медицинский, блин, препарат мы подрываем, смотрим, мы можем его посмотреть в составляющие, что, как, и мы получаем... Побочный эффект, да, побочный эффект, там, всякие, с чем нельзя его смешивать, ты можешь все прочитать, какие дозировки. И он проходил какое-то испытание, там, по-любому тестировали. Все медицинские, да. То есть, получается, мы начинаем доверять больше, короче, чем, блин, на, что запечатано просто в фольге или в кулечке, лежит где-то в клумбе. И кто это насыпал, что не понятно. Да, и кто насыпал, непонятно, что. Чем, короче, медицинскому? И взять на примере, вот уже, вот я хочу подвести, вот, черту касаемо травмы. Вот, что мы имеем на сегодняшний день? Мы его застали, как он был, легально, в аптеках, потом его запретили, начался и только хуже. Подпольно. Подпольно, короче, его продавали. И, опять же, намного больше начало, блин, а, потому что, завод, допустим, он тогда изготавлял, там, я уже не помню, там, такое-то, допустим, там, количество, а когда его запретили, он начал изготавлять, ну, на, там, увеличился процент намного, прикинь. Ну, я-то не знаю статистики. И вот, и вот, и вот, что мы на сегодняшний день имеем? Сегодня получается так, что травм государство возглавило. То есть сейчас, на сегодняшний день можно прийти и официально взять рецепт и ходить, брать, получать этот препарат. И государство получает от этого, блин, то есть налоги. И что мы видим? Мы не видим такое нашествие, блин, там, продаж с квартир. Есть, может, где-то есть еще там какие-то продажи с квартиры. Кто это, знаешь, какие-то, вот эти, кто там сам берет себе, стоит на какой-то бесплатной. И очень много таких же, что есть, вот, он сам в торбе жесткой, он ходит, берет бесплатно. И там какой-то лишак, там, по несколько, там, каликов этих продает. Ну, есть вон чувак, как у меня, он знакомый во дворе. Он работает, он это, и он не хочет нигде светиться в этих клиниках, там, частное, нечастное. И он берет с рук, он там возьмет себе там. Ну, с рук у того, кто сам получает. То есть медицину. Ну, это, это крапаль. По сравнению с тем, что было, когда его запретили, этот трамп, это просто крапаль. И вот, что мы по поводу, давайте, вот, все-таки вернемся к нашим баранам, по поводу легализации. То есть, вывод какой? Что это выгодно только тем, кто против, кто, в первую очередь, кто возглавляет теневой рынок. Да. Во вторую очередь, есть люди, которые просто не разбираются в теме, не понимают, они думают, что, типа, его нету, этого явления, типа, да, дурбалы нету, а вот сейчас ее легализовали, и она вдруг хлынет. Ну, хлынет, да, я добавлю, в каком плане, люди там слышат за этот легализ, они думают сразу, только принимают, все. Мы резко, короче, как сноук-дог или там это, фух, давай, короче, дреды, все там проходят прохожие, там, на, будешь нападать. Не, 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 да давай, фух, догнать и накурить. Да, как раньше вот эта вот пропаганда. И люди себе вот так вот, те, которые не понимают, они себе так и представляют, что вот оно так и будет. Взять даже вот, например, еще добавлю так вкратце, я еще был малым, когда алкоголь, сухой закон, когда внесли. Вообще малые были, блин, я помню тоже. В каждой квартире был самогонный аппарат, просто гнали круглосуточно, у меня очень, постоянно даже не дожидался, он уже эту брагу офигачил. Да, я помню, тройной одеколон, всякие вот эти одеколоны начали пить, одеклофос начали пшикать в пиво, потому, чтобы оно перло больше. Они как посрывались с цепи, когда вот был, кто помнит, кто чуть постарше нас, там буквально на 3-5 лет, вспомнить этот сухой закон, он просто все как с цепи посрывались, опять же, подпольные продажи, всякого, тормозуху начали пить, слепнуть, вспомнишь, что ли, там, жидкости, всякие морилки, шмарилки, все, что где-то есть какой-то спирт, а он же не всегда тот, который нужен, то есть не всегда там, который, ну, столовый, так сказать, который можно употреблять, но на тот момент было пофиг, спирт, спирт, ах, там, крякали, слепли, что только они делали, инвалидами оставались, но все равно, оставались, но все равно этого не останавливало людей, потому что был запрет, а когда запрет, это еще больше хочется. Ведь есть же страны цивилизованные, в которых не просто медицинские легализированные, а все легкие легализированные кайфы, и ничего, нормально, люди как-то живут. Так есть, друзья, я просто, знаете, вот иногда, ну, ты сотришь, его на самом деле на сегодняшний день тупо валом, реально. Ну, я думаю, что проблем ни у кого, тот, кто хочет его употреблять, вообще не имеет с этим проблем. И вот на улице, я даже, вот, к нам приехал один знакомый, и он мне как-то, ну, показал, короче, такой футлярчик, он как идет, как коньяк, знаете, вот есть такая колба, такая, ну, туда, там, железная крышка открывается, туда коньяк, вот точно такой же, такой, блин, футлярчик, там, короче, блин, штахет такой хороший, понял? И он привез его с Голландии, и он говорит, вот, блин, прикинь, вот, что меня, знаешь, поразило, вот, когда заезжаешь, вот, едешь по Голландии, вот, рекламы везде, вот, бигборды, там написано, ну, какая суть, что ни в коем случае не берите на улице, это может быть с рук, это может быть летальный исход, блин, а там, просто, короче, непонятно, что за составы, берите у нас в аптеке, ну, там, натурально проверено, проверено в специальных магазинах, да, то есть везде вот написано вот такая вот движуха. Или это правильно? Я соглашусь с этим полностью, и я хочу сказать по нашему жизненному опыту, что, не, естественно, что если брать какой-то маленький процент, возможно, оно кому-то и навредит, потому что некоторые, знаешь, сейчас это воспринять, типа, пшу, все, полетели. Как призыв. Да, типа, как призыв. Ну, он и так, и так бы, послушай, такой человек, тот, кто должен, там, сторчаться, тот, в принципе, он в зоне риска, с легалайзом, без легалайза. Алкоголь, не алкоголь. Да, то есть это уже внутренние проблемы человека, к примеру. Но я считаю, что это просто страхи. Но, опять же, это только наше мнение, вы можете написать, напишите в комментариях, кто поддерживает, кто не поддерживает, какие есть аргументы, если против, какие есть аргументы, если за. Нам тоже интересно, у нас зритель тоже, в принципе, опытный, может анализировать, взрослые все. Можете анализировать и тоже пишите, как вы считаете. Потому что мы считаем, что это просто страхи нового чего-то. То есть у нас куча, на данный момент у нас без легалайза очень много всего. То есть, а легалайз есть всякие программы, там, травмы, шмаммы, там, ну, все, что хочешь, есть, вплоть до металла. Да, и металл, все есть легально, конечно. И, смотри, я вот сейчас вот начал так думать, знаешь, с точки зрения Владимира Стиханова. Вот он, типа, как бы против легалайза. Возможно, он, наверное, думает, что может произойти такой процесс, как вот, помнишь, что, допустим, там, вот, взяться на малолетке или где-то в лагере, когда этого нету, и его начинают разрешать. И тупо люди начинают с голодухи, бля, понял? С голодухи много ему, давай, там, допустим, короче, там, запрет, допустим, там, крупы, да, там были, там, где-то пробили, какую-то все эти крупы тянешь, там, чуть ли не переедаешь. Потом оно тебе уже, все, ты там привык, насытился. Так это только первое время, ты вот правильно говоришь, что первое время, это, если будут такие люди, которые, типа, начнут его переедать, да. Но все равно, это, знаете, это как селекция, естественный отбор. Да, ну, мне кажется, я, допустим, от этого не стану курить. Да, естественно, конечно, бы. Но я бы хотел, вот, знаешь, вот, когда мне будет 70 лет где-то, дай бог, если я доживу, вот, женой вот так вот идем, малая, идем, зайдем, там. Вместо бутылки пойла, да, дурбалы, да, идем, зайдем, дурбалы возьмем. Ну, а что, в старости, там, артриты, артрозы, блин, все, блин, почему бы не сняться нормально, не вкидывать за воротник, а сняться таким образом. Ну, и опять же, это нужно понимать, что легализовывается все для тех, кто страдает от этого, понимаете. Плюс ко всему, вот, допустим, человек, опять же, вернемся, вот человек, к примеру, страдает, вот, ему плохо, да, ему помогает, вот, дурбала, сейчас он ее где берет, где попало. Да, и непонятно, что он там берет. Да, и непонятно, что, он где-то поднимет какую-то, там, клад поднял, и его тут же легавые могут припарковать, еще и в тюрягу закрыть. И просто, вот, за что? За то, что человек просто хочет жить более или менее полноценно, или облегчить свою боль. А когда это будет все в аптеках, к примеру, продаваться, это же специально для них и делается, потому что сейчас очень много будет людей с этой войной, что сейчас очень много будет людей, которые будут нуждаться в этом. Я считаю, эти препараты намного лучше, чем какие-то химические, ну, не химические, а какие-то более агрессивные, да, есть обезболлы, которые там реально, помимо того, что они тебя обезболивают, они наносят вред организму, то товары на основе вот этого вот растения, они намного, ну, это уже доказано и научно, и теоретически, и практически, что они менее несут организму вред, чем вот эта вот вся вот медицина. Вот я вот, смотри, вот, братан, я вот сейчас задумаю, вот, не могу все равно понять тех людей, которые против, вот, потому чисто я еще бы понял бы, если реально вот у нас законом запрещено, что оно идет какая-то борьба, там, короче, его реально мало, его просто там достать так тяжело, потому что ты что, там, все боятся, там, это наказуемо, это запрет, вообще, жесть. Тогда бы еще можно было бы понять, что, ну, нахрена его давать на рынок больше, если его мало, и нафиг он, ну, в натуре нужен, а так его валом, даже взять, вот, как мне, знаете, вот, такая вот, я увидел спецоперацию, ну, короче, не вот, ну, увидел, короче, не спецоперацию, а это, как разработали, короче, план по задержанию, короче, блин, а там, вбухали крыши, куча, блин, а ну, там, блин, бабок на эту всю, чтобы там разработать задержание, задержали там мамку одного, короче, там, какого-то там, ну, там, девочек вот этого поведения, и все, их там, короче, там, бабки, там, фотографируют, там, все бабки, там, меченые, там, просто, ты сотришь, короче, они там следили за ними, там, вели, там, другие, двейка, двейка, я купейка, там, как видишь, они там заряжали... Ты за гейдж, типа, да? А? Ты за гейдж? Да, заряжали там бабки какого-то типа, а не на горячем, там, бам. Ты сотришь, ты думаешь, серьезно? Вы что, на приколе? Ты просто берешь, открываешь, короче, вот так вот, блин, сайт, я не знаю, любой, блин, там, хочу, там, то-то, то-то, тебе выбивает, да, тебе выбивает, там, куча вообще, там, там просто на броварскую, вот, едешь, там стоят малолетки по 19, по 20 лет, они стоят реально по зелену, все знают, почему они там стоят, у нас это... Так мало то, что по зеленой, еще легавые смотрят, сколько клиентов, чтобы процент взять. Да, у нас это законом запрещено, это наказуемо, этого нельзя, ну, оно, оно есть, ну, если бы даже, вот этот момент тоже бы сделали бы легально, это не говорит о том, что сейчас каждая вторая тела, о, все, пчух, работать побежали, ну, блин, это выше на приколе, ну, вы, ну, я не знаю, как-то, мне кажется, когда оно легально, так оно будет как-то более, там, упорядочено, и можно его как-то... В Германии легально это все, мы знаем, он же нам друг рассказывал, и там все, там они застрахованы, эти девочки, они там медицинские обязаны проходить, там, раз, там, в месяц или в два, там, медицинские осмотры, у них, там, оплата труда, там, у них на пенсию капает, да, прикиньте, и все это уходит, эти бабки, которые приходят, часть идет в бюджет, естественно, это невыгодно кому? Те, кто не платит это, ну, потому что это черный рынок. Конечно, а кто крышует его? Кто крышует? Легавые опять. Самое главное барыги, вот, да, мы знаем, что идет, типа, борьба с барыгами, так вот это вот самая крутая борьба с барыгами, взять и легализовать. Сто процентов. Все, потому что никто не пойдет к барыге, если ты можешь пойти в аптеку. А люди начинают некоторые, ну, да нет, ты что, ааа, боже упусти, ну, типа, как первобытные люди, страхи. Это страхи, страхи чего-то нового, это в основном люди старшего поколения против, те, которые, я же говорю, не разбираются в вопросе, они ходят себе по улице, они думают, что этого явления нет. Да вот раньше было, сколько литературы было под запретом. Просто там, блин, на каких-то там писателей это был запретом, вплоть до того, что тебя могут закрыть, посадить, блин, на 15 трудовых лагерей. Все равно как-то там между собой это стоило, там, запада доставали, перепечатывали, это куча бабок стоило, чтобы достать эту литературу, и ее все равно доставали. Все равно читали. Ну, прикиньте, а людей наказывали за то, что, ну, просто человек хочет почитать литературу. Так, за обмен валют. Или обмен валют. Обмен валют, то же самое, есть же куча людей, которые закрывали там в конце 80-х за обмен валют, а потом отпускали, потому что, ну, разрешили. Он выходит, а уже все меняют валюту. Да. Поэтому, друзья, я думаю, что мы так считаем, опять же, это наше субъективное мнение, что... Мы не навязываем его на никому. Мы просто высказываемся на своей площадке. Возможно, через несколько лет мы поменяем свое мнение, если увидим, что мы ошибались. Но мне почему-то кажется, что здраво... Ну, и по своему жизненному опыту. Что нужно разрешать, нужно брать под контроль, нужно брать, чтобы эти рынки черные именно так ушатывать, чтобы это лучше шло в бюджет, потому что те люди, которые все равно определенный процент будет торчать. Так пусть они торчат на чем-то нормальном, на чем-то чистом, пусть они будут социальными людьми, пусть им не приходится чувствовать себя преступниками, и пусть их не приписывают, потому что на самом деле это не преступники, пусть их не приписывают в эту, как бы, касту, потому что один раз стоит закрыть человека даже за пятку какую-то, в тюряму. Второй раз он уже выйдет, он уже поедет за грабеж, за рожгой, за кражу и тому подобное. А просто-напросто человек хотел... И у нас в стране, вот, допустим, там, в Евросоюзе, там, где-то на Западе, я знаю, что если человека привлекают за какие-то там... Ну, если он совершил преступление под воздействием какого-то кайфа, то ты об этом хотел сказать? Да, да. То в цивилизованных странах это, наоборот, человек, ну, типа, смягчающие обстоятельства, у нас отягчающие обстоятельства. Поэтому смотрите сами, думайте сами. Ну, и пишите в комментариях, в принципе, что вы об этом думаете. Если вы против, то хотелось бы, вот, именно интересно... Аргументы. Вот, почему? Да, хотелось бы, вот, послушать, почитать, почему они так просто, там, пацаны, это все, вы еще гоните, давайте им дадим еще, там, и то, давайте им дадим то, кого им дадим, кого им, все, давайте им дадим, давайте им, оно и так все есть. Короче, ждем аргументированные, как бы, ваши мнения, да, факты какие-то, почему вы так считаете. А мы считаем вот так. По поводу, хочу еще так же сказать, по поводу, что, ну, вы, наверное, ждали, сейчас видео будет на Кумаре, ему не будет, вот сейчас я вот только начал приходить в себя, потому что 4 дня я был, короче, просто, ну, заболел, ну, ходил по врачам, плохо себя чувствовал, и, ну, сейчас вроде бы как-то, ну, становится легче. Да, так что и приносим извинения, естественно, за задержку, но такое бывает, это же духа. Да. Так что все, всем добрым людям по привету, не забываем помогать нашим Збройным силам Украины, да, потому что это самое главное сейчас. Да, Збройные силы Украины, вы наикраще, так что, друзья, с вами Бог. Бережите. Бережите.